5 ошибок в тренировке пресса Хочу поделиться с вами ключевыми ошибками и заблуждениями о тренировке мышц брюшного пресса Первое. Вера в то, что качая пресс можно похудеть И именно поэтому любители быстрых результатов и весеннего экспресс фитнеса Как сумасшедшие набрасываются на тренажеры для скручиваний, поворотов и подъемов корпуса Едва успев зайти в зал Съеденные плюшки и выпитое пиво требуют решительных действий Ни одно упражнение в мире не заставит ваш организм сжигать жир именно в тренируемой зоне Любые упражнения всего лишь создают определенные энергозатраты, заставляя ваше тело сжигать дополнительные калории Чем тяжелее упражнение, тем больше расход энергии С этой точки зрения, первый подход приседаний с собственным весом будет гораздо эффективнее убирать живот Чем два или даже три подхода на пресс при условии правильного питания Номер два Выполнение кучи разных упражнений на низ пресса На одной тренировке просто нет смысла Номер три Убежденность в том, что пресс требует какого-то особого подхода в тренировке Исходя из этого, многие считают, что выполнять меньше 30 повторений в подходе просто бесполезно На самом деле имеет значение не количество повторений, а время нахождения под нагрузкой Для того, чтобы сделать кубики выпуклыми идеальный режим от 15 до 25 повторений до отказа или сильного ржения Обычно это соответствует от 30 до 50 секундам непрерывной нагрузки Уверенность в необходимости многих десятков и сотен повторений на пресс во многом еще основывается на вере в жиросжигающие свойства такого тренинга Но мы в пункте один уже выяснили, что это не так Номер четыре Подъем абсолютно прямых ног и подъема прямого корпуса на наклонной скобье Максимально полное сокращение мышц пресса происходит в условиях максимального скругления спины Во всех вариантах скручивания лежа или подъема в корпус вы должны представлять себе, что как бы заворачиваетесь в рулетик, начиная с шеи и заканчивая поясницей Во всех вариантах подъема ног нужно чуть включить, согнуть колени и стараться поднимать не ноги, а таз Это позволит уменьшить нагрузку на сгибатели бедра и квадрицепс и по максимуму загрузить именно мышцы живота Номер пять Сильный пресс, плоский живот Каким бы сильным ни был пресс, если над ним толстый слой шоколада жира, плоским живот не будет Более того, даже при малом содержании жира и накачанном прессе живот может вываливаться вперед Такое можно часто наблюдать у соревновательных бодибилдеров Вываленное пузо, а на нем кубики Выглядит весьма необычно Дело в том, что за вытягивание живота отвечает совершенно другая мышца Поперечная мышца живота А вовсе не пресс Поэтому для эффектов палого живота и уменьшения талии тренировать нужно прежде всего ее Хорошо? Для этого подходит упражнение вакуум Втягивание живота в разных положениях на задержке дыхания Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok